Приднестровские аграрии потеряют часть выручки от зерна и масличных культур. Насколько упадет прибыль, пока неизвестно. Как рассказал ТСВ министр сельского хозяйства, сельхозпроизводители сильно зависят от импорта, а сейчас цены выросли на все, что необходимо для производства сельхозпродукции. Цены на продукцию сельскохозяйственного производства, имею в виду оптовые, на зерновые, масличные, в том числе на зимые, в том числе на яровые культуры, сегодня ниже прошлогодних. И затраты фермеров на производство и предприятий увеличились, прогнозируемые цены на реализацию на экспорт снизились. Поэтому прогнозируется снижение доходности сельскохозяйственного производства в целом. О таких же проблемах пишут молдавские СМИ. Прибыль молдавских фермеров от зерновых и масличных культур упала в два раза. Среди основных причин падения доходов называют войну в Украине. Она привела к срыву и удорожанию логистики. Техника, запчасти, оборудование и комплектующие возились через Одессу. Еще один фактор – цены на газ и электроэнергию в Молдове. Для фермеров очень высокие. В Приднестровье, чтобы аграрии могли продать свою продукцию не ниже себестоимости и не оказаться в минусе, государство поддерживает сельхозпроизводителей, рассказал Олег Делигул. Активизируем внутренний рынок всеми возможными способами. Усилия государства, меры поддержки, в том числе направленные и на животноводство, и на развитие производства овощных культур, плодовых, и на углубленную переработку производимой продукции. То есть государство своими инструментами подстегивает или пытается помочь тем организациям, которые производят продукцию, в том числе для обеспечения собственного населения. Для наших фермеров и внешний рынок крайне важен, говорит министр. Предприятия не смогут существовать без экспорта. Во-первых, валютная выручка. Во-вторых, приднестровский рынок очень маленький. И урожай зерна и подсолнечника у нас кратно превышает внутренние потребности. Сейчас зерно экспортируют не морем через Украину, а по суше через Молдову. То есть затраты фермеров на производство и вывоз увеличились, а доход снизился. Насколько упадет прибыль наших аграриев в этом году, пока неизвестно. При этом в Приднестровье уже завершена весенне-полевая кампания. Перспективы на урожай удовлетворительные.